ну что поехали рядом с домом где мост из дерева и полублоков обожженного камня так там все из полублоков на полублоках моба не спавнятся полублоки то все в нижнем положении поэтому он темный да поэтому я не парюсь если бы да если бы там смогли спавниться мобы там было бы гораздо больше мобов план на skyblock сегодня вообще подключить x-farm как минимум как минимум подключить x-farm как максимум чёрт его знает эй что почему я залип то на ровном месте слышите да ребят нам в этот звездос надо зайти ой так о зачем я живу мы живем для того чтобы завтра сдохнуть будет тяжело подсветить не забудь не не за что ни за что не забуду подсветить пришло я же не враг себе пожалуй только не так не подсветить что-то на skyblock а Так, мне понадобится ведро. Снег для слабаков. Ну, тогда я слабак. Может дождь выключить? Да, пожалуй. Так, вы знаете что? Я, пожалуй, еще таблички возьму с собой. Ооо. Без скорости 2 на маяке как-то уныло. Мой план сейчас вылить воду, смыть оттуда мобов, поставить пару факелов, не получить пару же обратно. Ну, а для этого у меня понадобятся, наверное, даже не таблички, наверное, даже понадобятся нажимные плиты. Так, мне кажется, будет поудобнее. Так. Как-то будет так. Просто зайти туда, это геморрой. Подготовить рессы одно, а вот... А вот зайти туда, это уже сложнее. Опять крики ор. И прочее. Содомия. Продолжение следует... Так-с. Достаточно занудно. Но тут уж... Ничего не поделать. Так, мне надо искать центр. Сколько раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Анда 11 плюс 11 22 и 23 Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, центр Такс Не знаю, где я копаю Не знаю, насколько это будет эффективное освещение Но если там будет меньше мобов, это уже хорошо Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать И вот так надо будет со всеми сторонами делать На мосту между домом и основным островом нет ни одного фатила вроде У меня много мостов Поясни, тут все мосты, по сути Вот, а если я откопаю блок вот тут Мне выстрелят в лицо и я полечу в ад Просто в небытие хреново Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, центр Вообще неплохо было бы, конечно Неплохо было бы, конечно, с каждой стороны вылить воду и не париться с освещением Но тут Все равно зайти придется Если я буду в воде находиться, это будет мне не на руку Абсолютно Ну вот, как-то так Как-то так, ребята Вроде бы сделали это Так, дальше не ходить Дальше снег в башка попадет, совсем мертвый будешь Там, там такой звездец выше происходит Просто представьте, что все мобы, которые есть Они сейчас находятся вот здесь Все, которые могут заспавниться Поэтому там такой ор стоит Я не знаю, как вам, а мне очень сложно О, мазл-фазл Ой-ой Мне сейчас лицо откусит Не надо Там скелет, он, в принципе, готов стрелять Я не думаю, что я хочу проверять, дрогнет ли у него рука Так, следующий вход у нас находится Вот тут Вот тут Копать Я надеюсь, что их смыло МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры сделал DimaTorzok Так, раз, два, на третий Побежали Так, блин Сейчас, подождите, откуда я считал-то вообще? Между дырками два блока Так, раз А вот тут Потом все эти нажимные плиты мы поменяем на диспенсеры Привет, Влад Что такое делают ведьмы, что они так весело смеются? Ну, мне кажется, они поняли, что на самом деле это был не тростник Теперь они немножко Немножко-немножко такие Расслабленные, веселые У них все очень хорошо Почему бы не посмеяться? Ну, а жители не понимают И поэтому они такие Ха 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 Видите, что там происходит Чтобы хлебало не пропало, лучше туда не заходить Так, сейчас перекрафтим все обратно Не знаю, как вам это слышно У меня в наушниках очень сложно Так Давайте вопросы Я буду заниматься пока этим Не совсем экшон Опасность некоторая Я постараюсь ответить Так Но останется еще два этажа после этого Можно было бы, в принципе, конечно, по хардкору вбежать туда Но Вы знаете, даже в самой топовой броне Я бы не рискнул этого делать Да, я могу начать говорить громче Потому что у меня мобы орут В ушах Раз, два А, ну да Так Так, все мобы остались выше Вау! Хм, там два скелета стоят, я так понимаю, да? Посмотрим, что там из лута выпало. Я пока прикрою, пожалуй. Вау, да блин, господи. Это же надо было мизинцем задеть кнопку Windows. Потом пытаться переключиться на окно с игрой. И не переключиться на окно с игрой. А блин, выйти с сохранением. Черт возьми. Ой, могу, умею, практикую. Потому что... Потому что я могу. Дождь пошел. Освещай с уровня ниже. Просто подожди, пока мобы упадут. С уровня ниже нормальные, а платформу не освещу. А ждать, пока они упадут, извини. Мне проще самому их спихнуть. Ну, быстрее. Может, не проще, но быстрее точно. Так, дайте-ка, я вот тут все сделаю. Так. Получаем раз, два. Не нравится мне этот звук. А не нравится он мне по причине того, что этот маленький зомби мог бы вполне тут выскочить. Хотя они тупые. Хотя, тут еще... Тут еще, в принципе, сносно падать. А вот дальше уже нет. Так, наверно, поднимемся сразу. Раз. Так, раз. Раз, два. Помогу, да? Нет. Митя идет дома. Мама, я не хочу сегодня в школу. Вот ублюдки. Что я делаю? В X-Farm захожу. Это же Skyblock. Это же Skyblock. Тут иначе никак. Просто представь себе идеальные условия спавна мобов. И ты поймешь, что ты не хочешь идти туда. Просто так. Нет, не хочешь. Никогда. Лучше уж так. И пистол включать не по правилам карты. Так что... Не, ну я могу включить пистол. Мне, в принципе, все равно. Но это будет, типа, не совсем правильно. Так что... Пусть лучше так. Вау. Раз, два. Блок. Падайте, уроды. Ну-ка, здесь там кто. Ну, с той стороны есть, с этой нет. Но я заходить туда не хочу. Если бомбанет крипак, а он может бомбануть. От выстрела скелета, например. Будет плохо. Потому что тогда он разнесет мне половину. Привет на карман. Зачем ферму ломаешь? Я ее чиню. Мы ее будем автоматизировать. Так что я ее чиню. Так что я ее чиню. Так, ребята, падать некуда. Падать абсолютно некуда. Рыбалка, кстати, хорошо пошла бы в такую погоду. Так, еще два. Две драки осталось. Строить из обсидиана. Мысль-то, конечно, неплохая. Только если не брать во внимание то, что она дохрена затратная. Ну, построить ферму из обсидиана. Ферму золота. Я уже давно хочу в сингле, но честно, мне жалко на это времени. Ресурсов моего компада и стримов, в общем-то, тоже. Слишком уж это унылое занятие. Ну, то есть ферма получается унылая. Само по себе-то это неплохо. Но ферма получается маломощная. Плюс лаги, плюс все плохо. Владимир Кос, привет. Так, здесь кажется все, да? Ну и потом поднимемся еще раз, чтобы осветить все платформы до конца. Внезапные спауны мне не нужны. Но там уже меньше арут. Хотя все еще арут. Все еще достаточно сильно. Да, ну и нам, конечно, надо еще будет нижнюю часть снести, потому что меня не особо волнует сбор лута в одной точке. Так, раз... Так, дай-ка раз, два. Так, ну по идее у нас осталась последняя платформа. Мы ждем. Ну что, ребята. Вот там еще остался какой-то кореш. Ладно. Что ты культями своими машешь? Не надо махать на меня культями. Я нервничаю от этого. Так, что у нас тут? Ну да, здесь вполне себе может быть... Лайт-левел 7. Вполне себе. Не факт, что, конечно, будет. Ну, прям стопроцентное освещение меня не интересует сейчас, потому что все-таки не та цель. Ну, так, хотя бы сюда зайти можно. Так, я думаю, что мы сейчас вернем лестницу. Временно. Ну ты пи... I will survive. Что? Урод. Не вышло, да? Какая неприятность. Ну, слава богу, что не крипер. Крипак бы меня точно убил. Как он меня достал вообще? Мне интересно. Он же гребаный звук. Какого черта? Откуда? И под откуда? Я имею в виду, блин, откуда? Он просто взялся откуда-то на этой платформе. Какого черта? Ладно, я перестаю задавать вопросы, пожалуй. Нет, я не знаю, у меня просто ответов нет, поэтому я, пожалуй, перестану задавать вопросы. Ну, вы согласитесь, что это странно. Хуже того, что крипак убил бы ферму. Ну и ферму он бы тоже убил, да, в некотором смысле. Так, мне теперь надо вниз спуститься. Убрать воду. И убрать все, что мы там понастроили до этого. Вот там вы говорили, что у меня нет освещения. Но там нет освещения, действительно. Там мобом негде, неоткуда взяться просто. Что я сделал? Просто перезашел до того, как упал. И выжил. Не читак, а опытный игрок. Так, это мы уберем. Это что, я икаю-то, блин? Ой-ё-ё. Ой-ё-ёй, у меня, кажется, кончился... У меня, кажется, кончился лопаты, пока я буду там копать. Так что надо еще сразу пару штук взять. Ну, видите, как тростник растет быстро. Вот, когда у меня будет песок. Жалко, что таким неинтересным способом, но... Но когда у меня будет песок, будем строить автоматическую... Автоматическую ферму тростника, прям большую-большую. Ну, сначала она будет там в один сегмент, наверное. Объем железа-то никто не отменял. Необходимый. Для ее постройки. Сколько там получается? 15 железа. Там главное редстоун еще наладить. Автоматически. Вот. Может, у меня тут есть. Эти лопаты я в хлам трачу. Сразу все. Так, лопаты, да. Больше лопат, богу лопат. Ну, ну и все вернулось. Так, у меня кончился чай. Работаю в режиме... А, что? Так, ну, спуститься будет, в принципе, легко. Надо будет только в центре еще платформу организовать. Откуда 79-й левел? С ферму золота везти мы. Только толку от него. Разве что соединять вещи на наковальне. Вот и все. Зачаровывать-то ничего я не смогу. Просто... Просто... Просто в принципе ничего. Только на наковальне, только книжками, только хардкор. Ой-ой-ой. Сколько ж нервов тогда было тут потрачено, чтобы сделать вот эту штуку. Так, я не упаду здесь. Я не упаду. Так-так-так. Так. Я, наверное, побольше возьму. Хотя не, не надо. Оп. Так, сейчас я его сюда построю. Просто мне надо полностью сбрить вот эту вот... Вот это все. Просто оставить вот эти платформы. Галяком. Конечно, можно оставить. Да, чтобы они все падали сюда. Но смысла я не вижу никакого. Разве что по большей площади придется собирать. Ну, тут уж. Я готов. Чуть больше железа потратить. И не париться насчет этого. Да, давайте, наверное, полностью закроем, чтобы... Точно не сверзнуться никуда. Хотя, сверзнуться тут, наверное, будет куда. В принципе, место такое ненадежное. Откуда песок добыл? Ну, блин, люди, вы как будто в каменном веке живете. Ну, серьезно. Условиями карты. Блин, просто ты уже пятисотый, кто спрашивает про песок, там, про обсидиан. Еще про что-то. Ну, блин, ну посмотрите вы, что карта дает. Ну, такие странные вопросы задаете. Это самая популярная карта в Майнкрафте вообще. Популярнее, чем все ваши эти супер хостайлы, аграрки и прочее, все вместе взятое. Это просто топовая карта. Топовее не бывает. Да все аграрки и прочее, они выросли из этой карты, по сути. Я так считаю. Откуда песок накопал? Да, да. Почему бы и нет? Ну, собственно, я его накопал, да, там был остров. Я его копал. Руками. Ну, в смысле, как руками? Лопаты, конечно, руками. Так, упарываться, вот тут собирать я не буду. Просто, ну его нафиг. Мне, конечно, хочется весь этот снег забрать, но... Я просто хочу побыстрее закончить с выкапыванием этих платформ и свалить отсюда. Потому что... Потому что дел еще полно, мы, может, сегодня еще и в ванильку поиграем. Ну, да, это требует достаточно большое количество времени. Ну, там, факелы, может, пособираю. Что пособирается, то пособираю потом. Дюпать обсидиан. Да, я думаю, что я его так добуду. Пока что в этом нет необходимости. Скажем так, я не ищу самые простые способы. Я ищу интересные способы. Ну, то есть, если можно построить ферму железа, то я буду строить ферму железа. Если можно построить... Как бы, если есть вариант выбора между дюпом железа и постройки фермы железа, то я выберу ферму железа. Все равно супер много его тут не нужно. Ну, прям, если нужно будет прям супер много. То можно будет запариться и с дюпом, конечно. Но там не то, чтобы сильно быстрее все. Вот так вот. На кой тут обсидиан? Да фиг его знает на самом деле. Были планы по поводу... ...маяка, например. Но он не нужен. Поскольку... ...визор я все равно не убью. А если блоки недвижимые, то... ...все гораздо проще решается. Печки. Просто кабла и все. Для задания, я думаю, какого-нибудь там. Добыть стак обсидиана. Да и все. Почему я не делаю железные инструменты? Потому что я не дурак. Потому что у меня не стопится от железа. Потому что мне надо железо правильно сейчас распределять. А не надолбанные инструменты, которые мне по сути нихрена не дадут. Зачем мне железные инструменты, если у меня скоро... Ну, относительно скоро будут алмазные. Тратить железо, чтобы добыть... ...снег. Расточитель недостаточно. Не находишь. Да, немножко быстрее, но... Из восьми с половиной стаков, нужных мне в ближайшее время... ...на автоматизацию, у меня есть примерно... ...что-то около семи с копейками стаков. Или восемь с четвертью, не помню. Но это минимум. То есть у меня как бы... Проще говоря, у меня не хватает железа сейчас на все, что мне нужно. И тратить железо на инструменты при этом. При такой ситуации. А что, есть ферма железа? Ага. По три слитка каждые восемь минут. Да, это определенно того стоит. Причем инструмент восьми минут не проживет, скорее всего. Смысл-то какой? Много чего-то там не у того. Кто много... ...кто много получает. А вот это у того, кто разумно тратит. С ресурсами направо-налево раскидываться, то у тебя их не будет никогда. Пусть они у тебя пойдут хоть миллионами. То есть их просто не будет. Потому что ты будешь их туда-сюда, этому отдать, тому отдать, туда. А давайте эту хрень из железа слепим. А давайте вот эту херню алмазную сделаем. И все. Да, минимальный портал ватт состоит из десяти блоков обсидиана. Угловые не считаются. О, сегодня день прям дураков какой-то. Еще один спамер прибежал. Но этот хоть признался, что там реклама. Банить было просто. Я думал, там будет как-то побольше проблем. Но оказалось не так уж и много. Сносить всего. Девушки не пьют пива. Ага. И не пукают. И не какают. И возможно они вообще киборги-андроиды. Роботы-зомби. Скриптона. Жопц, привет. Или Z-Hope. Я не знаю, как твой ник читается. Я буду звать тебя Жоп. Жоп DS. Да. Игра Жоп для Nintendo DS. Окей. С этим мы разобрались. Давайте теперь ставить... Так, а мне снова понадобится мой снег. Так, диспенсера. Пойдемте ставить диспенсера. Так, 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 да, надо будет убрать еще внешние все эти штуковины А, ну да, внешние штуковины, точно Я же на нижнем этаже Конечно, убрать их, а убирать-то нечего Так, а заодно залепить вот эти отверстия Так, так Ну что Да этот процесс уже немножко легче Спавны в спину нам не нужны Бэкстепчик от моба Андреев, я не знаю, будет ли сегодня что-то еще Не знаю Как разберемся В принципе, наверное, да Вопрос, будет ли сегодня что-то кроме Майнкрафта Ну, то есть, мы, может быть, в Ванилу пойдем играть Ну, вообще, хотелось бы во что-то совсем другое прям отвлечься Потому что уже устал Ну, в смысле, в Майнкрафт из Майнкрафта Как-то не камильфо Так бы я Майнкрафт не любил, но Два Майнкрафта в день это много Посмотрим, посмотрим Сегодня понедельник, я не хотел бы делать длинный стрим Потому что, знаете, как в понедельник после выходных сил дофига Хочется прям гору свернуть А потом всю неделю просто бы в кашу Потому что понедельник переработал Хотя, я думаю, что на обычной работе фиг кто перерабатывает И фиг кто хочет гору свернуть Ну, может быть, шею, начальнику там Или бухгалтеру Но вряд ли гора Хотя бухгалтер полезный человек, да Так Почти Хотя я на работе работал Прям реально работал Быстро работал Ну, потому что Потому что один хрен работа никуда не денется Все равно дела надо будет переделывать Когда кладовщиком работал, конечно Продавцом там особо медленно и не получается Ой, ёпт Тихо Спокойно Хм-хм-хм-хм-хм Упс Какая незадача Вот Сначала там товар разбирал за Полчаса Час А когда заканчивал уже То есть, ну Когда я уже завязывал с этой дурацкой работой Тогда я уже там мог товар разобрать От определенного поставщика Там минут за 20 Просто там До минут за 15, наверное, даже Просто изи-изи-изи Скилл Никс Вот не надо тут Мне вот нравится Жебошить Не, мне тоже нравилось Жебошить, но просто Без особого какого-то усердия Ну, то есть Работать-то, конечно, хорошо Но главное не перерабатываться все равно Потому что Если будет плохо в итоге То Ну, будет плохо Очевидно Очевидно, когда тебе будет плохо Тебе будет плохо Без фанатизма Не читер, а опытный игрок Да, вы ничего не понимаете Вы просто Вот, вы ничего не понимаете В компьютерных играх Не читер, а опытный игрок Так, мне теперь Нужно Притащить сюда Радстоун И подключать все это Да, ребят Кому нужно будет сегодня Ну, те, кто в записи смотрит на ютубе Забейте, короче Не обращайте внимания Если вы смотрите это сейчас на твиче В прямом эфире То После стрима Где-то там Полчаса-час Наверное Через полчаса или час Выйдет Туториал по такой вот ферме Ну, только в обычном нормальном мире Там немного другой Клок-генератор Ну, может быть, кто-то уже нашел Может быть, кто-то смотрит Ютуберов, например Там, смокинг Куала Это его туториал Ну, на русском теперь будет Ну, я должен его еще пересмотреть Потому что я доделывал его уже поздно ночью Я не уверен, что я все сделал так, как нужно Если не выйдет внезапно там В течение часа Значит, я что-то накосячил И пошел доделывать Так Ну, скорее всего, все будет нормально Так, теперь редстоун Ну, что-то погнали Подскажите, как из фермы пустынных кроликов Получился бурый Не знаю, мутация Возможно Блин, мне надо как-то Надо мне как-то сделать Эту лестницу где-то в другом месте А то я хрен поднимусь по ней А то я хрен поднимусь по ней А то я хрен поднимусь по ней Никс под конец стрима частенько одним полноценным человеком перестает быть Все равно, краво, но все же Как-то обидно было Но вообще да, думать я начинаю как половина человека Это правда Доктор Дионикс и мистер задолбался Только Тот злился и Типа как Типа как превращался Но Я просто задолбываюсь и превращаюсь А обо что было-то вообще вопрос-то Во что поиграть Keep talking Nobody explodes Ой, не Не Я даже в особо В особо хорошем состоянии Вряд ли смогу играть в эту игрушку Тем более, что я плохо понимаю по-английски Тем более, что там надо гайды почитать бы Перед тем, как играть в эту вообще Как бы игра прикольная, но не Тебе правду говорят, что я Я может быть в свежем состоянии поиграл бы Но в конце стрима не Совершенно точно Это про обезвреживание бомбы И она достаточно Достаточно упоротая В сложности Но она не то, чтобы очень сложная Но там просто нужна хорошая координация действий Чем дольше люди играют Тем лучше они Собственно взаимодействуют Так что Не, не, не Определенно нет Так что Я все еще богоюсь, а, да? Так Так Не знаю, мне по идее не нужна такая платформа пока что Или вообще не нужна, по-хорошему бы Ой Но пока что Пока что норм Так, вот с этого, блин С какого блока начинать? Так, дайте-ка гляну Дайте-ка гляну в туториал мире Я не помню, с какого блока начинать А, все, все понял Я, правда, засомневался просто И чтобы не переделывать, лучше посмотреть один раз Вот так Продолжение следует... Кстати, насчет багов в первой версии был баг, когда в обычном мире диспенсер кидает вещи в портал, а в адут этот портал ломал, создавался новый портал, это еще работает, без понятия, вообще без понятия, серьезно. Я даже не знал о таком баге. Она не первая в одной версии. Ау! Так, скраб механик, нет, еще не играл. Беседж тоже не играл, к сожалению. Я знаю про эти игры, но я не играл в них абсолютно. Абсолютно нисколько. Ну, просто каждая песочница, она требует от меня какого-то подхода, какого-то собранности. Ну, что, не сидеть полтора часа, тупить над элементарными вещами, чтобы вот... Просто сел, разобрался, играешь. И, к сожалению, я пока что достаточно туго соображаю из-за того, что не высыпаюсь. В связи с этим даже просто не пытался. А не высыпаюсь я, блин, по жизни. Так что тут такая ситуация. Так. Больше одного блока не надо, я думаю, как-то так. Так, и здесь 10 факелов. Отлично. Что мне мешает высыпаться? Ничего не мешает. Я сам себе мешаю, я сам себе злобный братина. Так, надо похилиться. Ау. Так, теперь мне понадобится Redstone. Вот это. И, блин, какие-нибудь твердые блоки. Настра 24-часовой стрим. Нет, я не знаю, не вижу, не видел никогда смысла в 24-часовом стриме. Ты просто устаешь. И все. Там, марафон часов на 10, да, прикольно. А так? Просто стрим на 24 часа равно я уставший, голова больная и... И что? И вот ради чего? И плюс еще 2-3 дня, конечно же, после такого стрима ты не алло. Потому что, просто уже не соображаешь, надо отсыпаться. Кто тебе в выходные спать не дает? А в выходные я сплю. Но днем. А ночью не сплю, да. Так. Какие бы блоки взять, а? Точится блоки сена взять, но это достаточно дорогое удовольствие. Так, ну давайте возьмем вот эти. Этого должно хватить. Да ну, ё-моё. Не видишь смысла в марафонах, поставь донат, ну хотя бы на 1000 рублей, типа, набирается, делаешь марафон. Вот тебе и смысл. Ну, по-моему... Нет, ну смысл как бы доната, это понятно. Я, в принципе, нео такое делал, я думаю над этим. Но, видите, 24 часа это тяжело. Это очень тяжело. Просто я задолбаюсь, никто до конца не досмотрит. И вместо нормального стрима вы получите через 20 часов. Устощение нервной системы. Да спросите медиков, господи, что вам грозит, если вы будете... Если вы не будете спать 24 часа. Да, я могу иногда не спать долго, но, понимаете, потом я хочу спать. Потому что нервы, они, может, и восстанавливаются. Я сомневаюсь, что нервные клетки не восстанавливаются. Но... То, что вам не будет... То, что мне будет плохо от недосыпа, в этом у меня сомнений нет. Никаких. Ни одного. Я могу сделать марафон там на 15 часов. Это приемлемо. Это то, на что я готов пойти. Это то, что я могу себе позволить. Но это как бы предел. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Ну, где-то так. Опять же, по-моему, марафон должен быть к чему-то приурочен. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, тринадцать. Это так раз. То есть, вот, был выход Айзека. У меня был небольшой марафон. Ну, марафон, как бы, в пределах разумного. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать. То есть, марафон, который длился... Не хватило. Марафон, который длился 10 часов, который, как бы, не сильно меня вымотал. Достаточно было интересно смотреть зрителям. Опять же, все, кто хотел, его досмотрели до конца. И 10 часов это тоже долго достаточно. Вот, но 10 часов это то, что, вот, как бы, и зритель может посмотреть, и я могу в этом поучаствовать, находясь в адеквате. Все, еще скайблок, конечно. Число нервных клеток постоянно, они больше не делятся. А, в любом случае... В любом случае все это не полезно. Я даже не вижу смысла на себе это обсуждать, учитывая, что это в любом случае нифига не полезно. То есть, недосып это стресс для организма. Стресс это плохо. Как бы, и что тут обсуждать? Более это вредно, менее вредно. Это вредно. Пообещай марафон 1 апреля и не приди. Я слишком стар для шуточек на 1 апреля. Может, доказано, что делится. Знаете, свихнуться вам это не помешает. Слуховые галлюцинации. Раздражительность, невозможность уснуть. Она же бессонница. Прочие неприятные симптомы. Ну, не это было. У меня было нервное истощение однажды. И я вам скажу, что в этом нет ничего прикольного. И в этом нет абсолютно ничего приятного. И абсолютно ничего полезного нет. Да. Надо просто выспаться. Надо хорошо отдохнуть. Ну, приходится там всякие таблетки пить. Травяные. Не помню, как называется. Тогда пил и... Ну, там, слава богу, все нормально было. Там пустырник прописали. Еще какие-то таблетки эти, витамины. Просто организм задолбался. И он в один момент начал сбоить сильно. Я видел стрим на 48 часов. Там чувак по виду чуть ли не умирал. Так и зачем? Ну, просто кому от этого прикольно, да? Что, хотите смотреть, как чувак сидит полусонный? И не одупляет, что вообще ему делать дальше? Можно сделать. Так и я думаю, что быстрее результата можно будет достигнуть, просто напившись. Ну, там свете отоспимся. Ага, смотри себе, проблемы с сердцем не заработай. С недосыпами. А то тот свет может наступить немножко раньше. Так хреновид, унитаз для ведьм. Воду сливать будет. Да, можно и так сказать. Сон это маленькая смерть. Пойдите, что ли, немножко умереть часов на 12? Я видел стримы на 24 часа, но там люди каждые несколько часов сменялись. Ну, да, там всякие Asus, например, Asus GG эти. У них там 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Но там стример, как правило, 2-3 часа ведет стримы, после этого он другой человек. То есть, это другой формат. Не, может я когда-нибудь сделаю марафон, да, если выйдут гномы 2, там я буду часов 20 в них играть когда-нибудь, но шансов того, что гномы выйдут, не знаю, меньше, чем шансы на выход Half-Life 3. Так что, может, когда-нибудь марафон и будет, но пока я в этом не вижу какого-то большого смысла. Нео стримы на 50 вроде, и ком вздох. Да, Нео и себя бы пожалеть, он сейчас вроде марафону пореже стал делать. Я помню этот марафон, да. Смотрел стрим, там чуваки играли в колдун на 3-х плотиках, у них, короче, 2-3 сгорели от нагрузки непрерывной. А-а-а. Ура! Консоли халопа страдают. По этой логике, был бы я стримером, то просто обязан был бы сделать 24 часа стрим по выходу DS-3. А, часов 15 хватило бы. Ты бы охренел уже через 20 часов играть в Dark Souls. Опять же, сирианин, представь, насколько тяжело играть через 20 часов в DS. Ты бы пропускал все удары в лицо, учитывая, что реакция там нужна. Так, ну что, расстанутый мне будет еще подгон? Угу. Дамы, вы не желаете немножко самоубиться? Во славу морковного бога, конечно же. Не желают. Да, вот, я насчет этого... Насчет железа я запарился, я его пофармил, а вот пофармить редстоун я абсолютно забыл. Непонятно. Это родолит. А, да, простите. Простите челядь безграмотную. На грамоте не обучен. Кукипай, мне ни о чем не говорят рассказы про XCOM, потому что я не играл. Да, ферму. Кто-то там жаловался в комментариях, что, мол, о, короче, хотел смотреть все, а ты там часть вырезал. Ферму не показал, как ферму строю. Ведьмачью. Типа теперь смысла нет смотреть, разочарование, тлен и все такое. Ферму все равно надо перестраивать, это временное решение. Бегать вот так вот, собирать, совершенно не тру. Мне в любом случае придется заменять ее на что-то более адекватное, на что-то более продуктивное. Родстон никогда не повредит. Хе-хе-хе-хе-хе. Не, я обычно больше 5-6 часов подряд не играю, но бывают безумные ночи, конечно. Ночи, конечно, когда я оба портала проходил за один присест. Ну, портал там такой. Безумные ночи, я думаю, что бывают у нас у всех. Бывает, что садишься, играешь, 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 играешь. У нас в следующий день никакой, но зато играл всю ночь. Но это бывает редко, достаточно редко. Последнее предложение описывает то, о чем я и говорил. Эх трупы по 20к стоит, я простал 200-250к. Ну, окей, сочувствую, Куки Пай. Доникс, ты когда туда-обратно бегаешь, напоминаешь немедленного монстра из корпорации монстров. Привет, Джек Хантер. Я уже не помню корпорацию монстров и медленного монстра, честно. Сносует каратель. Я не знаю. Не знаю, что-то еще сказать. Кроме как мута на 10 минут. Шутки шутками, но перегибать не надо. Ну че, 20 редстоуна. Я не помню, сколько у меня осталось блоков там. Там, по-моему, мне не хватило штуки 3 до этой стойки с факелами. Плюс мне надо еще пару штук, наверное, на... Должно хватить, короче. Погнали. Привет, Крэзимонд. Вижу, вижу. Не наезжай на Несси. Несси, вот ты так говоришь, а потом жалуешься, что тебе тут говорят, что у тебя, типа, какие-то особые привилегии в чате. Люди так думают, по крайней мере. Может, ты на это не жалуешься, но люди думают так. У тебя нет особых привилегий в чате. Ты такой же зритель, как все. Это для всех информация. Любимчиков в чате у меня нет. Здесь нет кого-то, кого мне не хотелось бы банить. Ну, кроме модераторов, наверное, но с модераторами как бы. Это модераторы. С модераторами, если что, можно и поговорить. Зрители абсолютно все равны. Сабы, не сабы. Неважно. Нарушение правил, муд. Если саб начнет спамить рекламу, и будет бан перманентный. Несмотря на то, что саб. Если саб будет, там, еще что-то делать, то тоже будет бан. Неважно, там, общаемся мы с Несси вне стрима, там, ВКонтакте или нет. По крайней мере, некоторые думают, что какие-то у кого-то привилегии есть. Нет, это не так. Так, железо уже есть. Апгрейдить ферму будешь? Ферму видим, там надо перестраивать. Ее надо не просто апгрейдить, но там надо конкретно уже перестраивать. Насчет железа, да, железо есть. Но не столько, сколько хотелось бы, скажем так. Как бы, вот все железо мое на данный момент. Это 46 блоков, еще 5 слитков и вот ведро. Этого мало. Тенденция наблюдается, наезжаешь на Несси агрят. Ну, то, что люди агрятся, это их проблема. А то, что, Несси, ты иногда отвечаешь, это тоже твои проблемы. Так что, не надо потом на мут жаловаться. Если в конфликте участвуют две страны, то обе страны получат мут, потому что это справедливо. Я так думаю. В конфликте нет правых и виноватых. Ну, так, виноваты оба, в принципе, да, правых нет. Блин, и все-таки откуда у меня зомби приперся? Может, с крыши? А, Регерт Бах, я тебя вижу. Привет, Хоуп Вил Вин. Блин, у меня какие-то проблемы с произношением твоего ника вечным. Привет. Че, тростник по кругу не рассадишь? Да нет смысла пока что. Олежка, ваншот. Я уже потом, когда буду делать целиком ферму тростника, когда я уже пойду дюпать, конкретно дюпать блоки песка и там блоки земли, тогда я уже сделаю себе ферму тростника нормальную. А сейчас она все равно будет инвалидская, так что смысла нет. Хопи, Хопи Вил Вин. Так, я, видимо, давно уже не видел майн, но у тростника какая-то другая текстура. Хотя я в последний раз в майн-то играл три года назад. А у меня же фейсфул текстур пак стоит. Вот, кто хотел посмотреть. Вот, вот тут написано. Фейсфул 32. И фейсфул снэпшот с мастера. By, этот, TheWizzy. Это не официальный фикс для ресурспака, иначе он на 1.9 работать не будет. Вот. Видите, этот не совместим, потому что он, по-моему, под 1.8 идет. Так. Так, тут подключили. Здесь не подключаем. Здесь не нужно ничего подключать. Ну, собственно, кто хочет смотреть туториал, смотрите туториал после стрима. Я его где-то там опубликую. Так. Блин, я блоки не взял. Почему не поставишь шейдера? Картинка приятнее же. От шейдеров у меня глаза вытекают от местных. Да, есть прикольные, но они все равно делают майн каким-то немайном. Хотя я хотел поставить шейдеры, и на самом деле их нет на снэпшот. Может быть, я и попытался бы, но... Снимать с шейдерами я не буду никогда. Я текстурпак себе могу позволить, типа вот, каких-то дефолтных текстур в хорошем разрешении. Но снимать с шейдерами просто... Просто пристрелите меня сразу. Потому что я знаю, как это выглядит. Это выглядит абсолютно отвратительно абсолютно всегда. Я у других людей смотрел. То есть, ну, когда я натыкаюсь на видео с шейдерами, это очень тяжело смотрится. Я верю, что человеку удобно с ними играть, но... Но смотреть на это просто невозможно. Так, сейчас я гляну, как оно строится. Там я из башки вылетела. Но утупить начал. Это нормально. Так, четыре на два. Я, кстати, удивился, когда увидел, сколько людей... Ну, когда увидел, ладно, сколько людей. Когда увидел, что люди вообще до сих пор в скайблок играют. То есть, реально есть люди, которые занимаются вот такой же ерундой, как и я. Большие каналы достаточно. Я думал, скайблок уже как-то только мне интересен. И больше в археологических целях. А оказалось, что нет. Так, сейчас я открою скриншот. У меня память, как у улитки. Или у улитки, как у меня. Возможно. Ах, улитка моя. Ах, уральная. Ах, уральная моя. Ах, улиточка. Так, здесь мы ставим блоки. Так, ну и факел. А теперь надо разобраться, могу ли я эту хреновину вырубить. Вырубить и врубить. Несси, ну ты не смотришь телевизор, видимо, ты не знаешь про улитку на Урале. Про Эдуарда Сурового. Кстати, недавно я зацепил по телеку просто краем глаза. То ли аншлаг, то ли кривое зеркало, то ли еще какую-то херню. Я их уже не различаю особо. В общем, что-то из этого. Там, Петросяна компания, скажем так. У них был номер, вы просто не поверите. Просто один в один про Эдуарда Сурового. Только там было, по-моему, радио и про поэта. Все, все изменения. И стихи такие, знаете, так, градус членов так немножко пониже. Но в целом такой же сортирный юморок. Это просто... Не знаю там, кто у кого украл, но это так жалко выглядит. Наш современный... Наш современный юмор, российский. Да, ну и, конечно, это все было ужасно не смешно. То есть, в смысле, абсолютно. Градус члена запишем. Не нравится наш юмор. Русофоб, да. Мне еще наши фильмы не нравятся абсолютно. Ну, кроме некоторых. Ага, можно выключать. Это хорошо. Так, ставим в исходное. Если кому-то нужен туториал, но вот этот таймер, я его сделаю. Но этот таймер он такой. Хотя, вот, в принципе, для скайблока хорошая штука. Не знаю, как человек до этого додумался. Но респект ему. Хотя, сам принцип, я знал, что здесь могут поршни так вот, липкие, отпускать блоки. Но, чтобы применить это, меня не хватило. Откровенно говоря. Так. Что будешь сегодня строить? Ну, вот, пока что хочу с этим разобраться. Кстати, полтора часа уже серия будет идти. Это на ютубе. Ну, ладно. Привет, строю X-Farm. Доделываю. Доделываю, довожу до ума. Собственно, появилось железо. Вот мы и делаем. Автоматизация. Потом надо будет поднять сигнал снизу, чтобы можно было снизу включать-выключать таймер. Вот так, чисто на всякий случай. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да. Так. Здесь уже есть, да? Да. Так, ну что, погнали дальше. Тогда был слизь. Она у меня в этом упала на ферме ведьм в небольшом количестве. Ну, вообще, ферма слизней строится, но я пока что ею не занимался. Вот можно сегодня еще ферму слаймов попробовать сделать. Ну, а если мы хотим поиграть с вами во что-то еще, хотя, если честно, я даже не знаю во что. У меня сейчас проблема простая. У меня Майнкрафт постоянно, а что-то еще? Вот слейн разочаровал. Что-то еще там разочаровало, а что-то еще не вышло. Так, ну, вроде бы все, ребят. Вот, а дальше мне только бегать, фармить много-много костей. В принципе, можно, конечно... Можно, конечно, систему сбора лута построить. Но сбор лута здесь будет занимать порядка... А, нет, слушайте, здесь же... Три раза! Три раза я звезданулся сегодня с этого уступа. Терможелезо? Да, есть, но она кривая. Там центр деревни сбился. Ну, мы так думаем все. Что мне писали, что я так думаю. Это как бы единственное мое предположение, почему так происходит. Центр сбился, и теперь голем спавнится у жителей. Вот, так что надо будет переделывать ее. Но для этого надо будет нафармить еще немножко железа, чтобы... Чтобы, в общем-то, иметь возможность на вагонетках жителей перевозить. Иначе это геморрой. Финалку или сталкера? Ни одно, ни другое у меня не установлено. А финалка это вообще то, что люди не полюбят. Никогда. Ну что, там куча фатилов должна быть сейчас. Да, так и есть. Так почему-то все еще светится. Это плохо. Потому что светиться не должно. Ладно, паузу 2 секунды и продолжим разбираться. Че ж тут не так. Либо майн залагал, либо я не знаю. Паузу 2 секунды и продолжим разбираться. Буаузу 3 секунды. Буаузу. Убираем его.